Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 13.2.7. Мы будем использовать ping и tracerow для того, чтобы протестировать нашу сеть. Если будут какие-то ошибки, будем их исправлять. Для этого скачиваем наш pka-файлик. А вам также нужно будет скачать pka-файлик, чтобы отвечать на вопросы. Я открываю pka и ждем, пока он откроется. Если у вас вдруг будет окно, где буду спрашивать логин и пароль, вы указываете точно такие же, как в Netacad. И дальше вы можете приступить к выполнению самого задания. Вот наше задание уже открылось. И давайте заполним user-профайл. Мое имя Карина. Email. И группа. Нажимаем ОК и задание перезапустится. Вот. И сейчас у нас откроется задание. Вот оно. И давайте закрепим задание с помощью кнопки ТОП, чтобы оно никуда не потерялось. Давайте поставим его как-нибудь вот так. Ну что ж, давайте приступим. Смотрим, что нам нужно сделать. Первое, что делаем. Протестируем IPv4 соединение. Для этого открываем командную строку на устройстве pka1. Так. И вводим команду ipconfig. Слэш оу. Только все одним словом. IPv4 соединение. IPv4 соединение. Бывает. Вот. IPv4 соединение. Протестируем пробел слэш оу. Смотрим. У нас есть IP-адрес нашего устройства. Что нам нужно сделать дальше? Нам нужно посмотреть на вот эти IP-адреса. Маску посетишь плюс по умолчанию. И записать их вот сюда в табличку. Если вы их запишите, вам будет намного удобнее пользоваться ими и копировать отсюда. А не смотреть в выводе вот тут. Ну как это буду делать я? Дальше. То же самое нам нужно проделать на устройстве pka3. Вы также открываете устройство. Команда ipconfig.all. Он pka3 вот с этой стороны. Вверху у нас устройство, которое ipv4. Внизу, которое ipv6. Командная строка. Paste ipconfig.all. И переписываем вот отсюда. IP-адрес, маска после ци. И шлюз по умолчанию. Дальше. Что нам нужно сделать? Нам нужно посмотреть, на каком моменте у нас пропадает соединение. Для этого с pka1 мы вводим команду traceroute до pka3. Давайте я нажму enter. Копирую ip-адрес pka3. Копи. Открываю pka1. Он пробел, чтобы у нас был высвет. Traceroute rt. Paste. И смотрим на трассировку маршрута. Вот у нас прошло первое устройство. Скорее всего, это s1. И дальше ничего не происходит. То есть, судя по этому выводу, у нас ошибка происходит на устройстве 10.10.1.97. Дальше которого наш пинг просто не может выйти. Сам traceroute будет пытаться пройти по маршруту 30 раз. Нам это не нужно, потому что мы уже знаем, что в этом устройстве ошибка. Поэтому нажимаем команду ctrl-c. Все. Мы вышли из этой команды. Давайте проделаем точно то же самое, но со устройством pka3 и traceroute на pka1. Tracer.t. IP-адрес pka1 у нас вот такой вот. Мы видим, что трассировка завершилась. Секунду. Мы же правильно скопировали IP-адрес. Давайте посмотрим. 10.10.1.98. pka3.10.10.1.98. Вот. Теперь трассировка у нас нормальная. Вот у нас первый IP-адрес, который мы попадаем, я так понимаю, от S3. И смотрим дальше, что у нас все так же повторяется один и тот же IP-адрес, дальше которого наш маршрут не может проложиться, потому что в этом IP-адресе, в этом устройстве какая-то ошибка. Я таки ctrl-c, чтобы мы не ждали, пока трассировка пройдет 30 раз. И двигаемся дальше. Открываем R1. Давайте, знание. Вот. Открываем R1. Нажимаем enter, чтобы войти в настройку. Далее входим в наш роутер. Пароль у нас по дефолту Cisco и класс. Вводим их. Cisco. Enable. Класс. Каково. Мы попали в привилегированный режим execute. Дальше нам нужно ввести команду show IP-интерфейс-гриф. И мы можем видеть все IP-адреса, которые у нас есть на этом устройстве, и интерфейсы, которые нам подключены. Мы видим вот наш проблемный IP-адрес, на котором у нас завершался трассироват и не мог проходить дальше. Значит, с ним какие-то проблемы, нам нужно будет это исправить. Смотрим дальше. И вот у нас... Да. Давайте введем команду show IP-road. И мы можем видеть также вот вывод всей необходимой нам информации, чтобы можно было понять, в чем ошибка, и ее исправить. Давайте сразу же это и сделаем. Для этого на... Ой, не так. Теперь открываем R2. Давайте удостоверимся, что мы знаем, как исправлять Cisco. Enable. Класс. Готово. Show IP-интерфейс-гриф. Вот. Так, окей. И, как вы можете видеть, нам нужно настроить IP-адрес на R2, на сериал-интерфейсе 0.0.0. На IP-адрес 10.10.1.5. А он сейчас у нас 1.2, что не совсем правильно. Все-таки, да, аж я была права по поводу того, что у нас не так. Вводим команду conf.t. Теперь настраиваем наш интерфейс int.serial.0.0.0.0. Далее указываем IP-адрес. IP-адрес 10.10.1.5. 255, 255, 255, 252. Enter. И теперь давайте введем команду no shutdown на всякий случай. И exit. Все. Мы исправили ошибку. Теперь с ними введем команду show IP-интерфейс-бриф. но нам нужно будет ее вводить через команду do, потому что мы не в том режиме. do show IP-интерфейс-бриф. Вот. И мы видим, что serial у нас настроен правильно. И мы исправили одну из двух ошибок, которая была у нас в сети. Теперь пинг по IP-4 каналу у нас будет удачным. Вы можете это проверить. А я приступлю к работе с IPv6. Вам также нужно будет прописать вот эти команды ipv6.config.all на устройстве pk2 и pk4. Отправить сначала пинг, посмотреть, что происходит. Потом с помощью команды trace road посмотреть, на каком IP-адресе у нас останавливается trace road и не уходит дальше. И это исправить. А я приступлю сразу же к исправлению. Для этого нам нужно открыть pk4 и настроить ли ему правильный default gateway, либо шлюз по умолчанию, другими словами. У нас здесь указан fi802 в конце, а у нас должна быть цифра 3. Выбираем, закрываем. И таким образом у нас задание выполнено на 100%. Вам осталось проверить соединение между этими устройствами и удостовериться в том, что проблема решена. А на этом все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok